Ну что, мы уперли в ситуацию, что множество лежит в основе счёта. Сначала мы имеем многое. Вот-вот это многое. Ещё раз. Вот-вот это не разное и не одно и то же. Одно и то же, возвращение к тому же, это аспект, сторона. Вот-вот. И разное – это тоже аспект, сторона. Вот-вот. А вот-вот – это просто многое. Вот такая, как бы, картина, такая интуиция. А вот-вот – это просто многое. ни одно и то же, ни разное, а многое. И когда есть много, то следующим хода является отношение между элементами множества. разница. И первым отношением является различие. Разница. разница. И поскольку элементы содержательные, не различные, то разница заключается только в том, что иное отличное – это следующее. нет разницы между одним элементом множества и другим элементом множества. и если мы выстраиваем отношения, многое не имеет отношения, просто многое. Опять же, не одно и то же, чтобы было бы тоже некоторым образом отношения. возвращение к тому. Это есть, но это не то, что происходит. Это только момент, элемент, сторона. И не иное, что тоже было бы безусловное отношение. Есть многое. Вот-вот – это много. Тут набрашивается такая аналогия, что это множество похоже на то, что древние называли бытие, только они его называли одним, и потом уже сначала бытие, а потом к нему всякого рода предикат или определение. А здесь получается, что в основании лежит множество сначала, а потом уже все эти определения. То есть множественное бытие. Ну, у нас с вами предыдущий ход заключался в том, что содержание становится как нечто одно. Ну, в данном случае множественное бытие. Мы просто движемся. Становится как нечто одно. Нет, мы можем так говорить, что было бытие в смысле одного, а потом теперь множественное бытие. Теперь разворачивается определенность этого множественного бытия. в том числе. Ну да. Вы задавали в прошлый раз этот интересный вопрос. Что, собственно, воспроизводится? Форма или предмет. Форма воспроизводит себя, как мы говорили. Быть причиной значит воспроизводить себя в качестве причины. Форма. Быть формой значит воспроизводить себя в качестве формы. И для так понимаемой себя формы, мы все время так движемся. Форма сначала познает себя, в данном случае она познает себя путем воспроизведения себя. Для так понимаемой себя формы предмет предстает как много. Но форма осознает себя путем воспроизведения. И для так понимаемой себя формы предмет предстает как множество. Форма понимает себя тем способом, что воспроизводит себя. И предмет для такой формы предстает как многое. Многое имеет две стороны, как мы уже говорили. Сторона возвращения к одному и тому же. Одное, опять одное, опять одно. И вторая сторона, поскольку это воспроизведение, другая сторона – это переход к иному. Но иное содержательно неразличное. Поэтому иное может быть только следующее. Возникает время. Когда мы переходим к иному, то есть к следующему, первый элемент определяем как предыдущий. Есть некий элемент, который воспроизводится как таковой. И шаг воспроизведения устанавливает отношения следующего и предыдущего. Возникает время. Возникает время. по четвергам он совсем не может. Вот это важно, потому что можно же подумать. Да, обязательно подумаем. Ну тут надо будет еще сообразить, сколько у нас в принципе, до каких мы времен встречаемся в этом учебном году. Вот я так понял, что он вот с какого-то момента теперь не может в четверг. Значит, мы с чего начали? Что? Быть формой, значит воспроизвести себя под форму. Акт воспроизведения имеет две стороны. Одна сторона – это возвращение к предыдущему, повторение, воспроизведение предполагает повторение. Но с другой стороны воспроизведение предполагает переход к иному. Поэтому вот эта сторона, взятая как самостоятельный опыт, переход к иному – форма, которая переходит к иному опыту, к новому опыту формы. Она дает предмет в качестве следующего. Форма сознает себя как переход к иному. Форма сама в отношении с собой является следующим. И для так понимаемой себя формы предмет предстает как следующий. Предмет вообще получается не нужен. Какой-то побочный эффект. Я понимаю, что форма без предмета не может быть в условии, такая задача. Но как-то он всегда какой-то предмет вообще как-то слишком побочный оказывается. То есть, когда апеллируешь, что же там от предмета. От предмета ничего нету там. Все от формы. Или просто предмет – это способ, так сказать, более точно указать различие форм предыдущих, которые мы проходим, и будущих. Ну, здесь форма осознает себя как переход к новому опыту. Я вновь сознаю себя причиной. Я вновь создаю себя… Именно вновь. Не повторяю, а… Хотя, у нас это опять, как сказать-то правильно. Да нет, вопрос скорее просто реплика, чем какой-то вопрос. Потому что я понимаю, что в нашей конструкции предмет необходимый. Это естественно. Как был пассивным, так он пассивным и остается. Совершенно. Это да. Форма осознает себя переходящий… Не новый опыт, а переход к новому опыту. Переход, сознание перехода… Форма осознает себя как переход к новому акту. И для такой формы предмет становится следующим. Только сначала форма становится следующей. Я, наверное, совсем не ответил. Форма себя не знает, наверное, она форма. Все-таки еще. Форма себя не знает. Нет, форма себя знает. Она же просто себя удерживает в качестве воспроизведения. Здесь, по-моему, еще ничего другого с ней не происходит. Просто вот уяснение дальнейшее, что значит воспроизведение, вот сейчас имеет вот такой результат. Я воспроизвожу в том смысле, что я полагаю следующее. Поэтому сказать, что форма становится следующим или следующим полаганием, ну, мне просто кажется излишним, потому что изначально форма воспроизводит себя в качестве причины. Поэтому она лишь осваивается в этом общем опыте. Внутри происходят какие-то вот эти вот подвижки, но это все тот же самый исходный опыт воспроизведения себя. Переход к воспроизведению и переход к новому воспроизведению. Но все равно как получается, что форма понимает себя как следующий опыт и предмет получается следующий. Вот это вот совпадение в определении формы и предмета меня смущает. Поэтому была, собственно, на этом и настаивали, что так не должно бы быть. Когда форма становится себя причиной, предмет становится как одно. Когда форма создаёт себя воспроизведением, предмет принимает вид многого. А теперь получается, что форма воспроизводит себя как следующий, а предмет получает вид следующего. Это немножко режется слух. Ну хорошо, здесь надо как-нибудь в этом повиснуть и подумать. Не, понимаете, форма либо воспроизводит прежний опыт своего воспроизведения. Я причина, я причина, я причина, я причина, я форма, я форма, я форма. Все время. Либо понимает себя как переход к новому опыту. И уже со стороны предмета она получает посыл, что этот предмет ничем не отличается от другого. То есть он оказывается просто следующим без всяких дальнейших определений. Именно предмет оказывается одинаковым. Не опыт одинаковый, а предмет одинаковый. Когда форма совершает переход к новому опыту причинности, предмет получает определение следующее. Я бы так сказал. Когда форма переходит к новому опыту причинения, предмет получает вид последующего. Может быть так. Ну хорошо. Что мы, а как наше домашнее задание? Последующее это значит время. Время. Время без определенности больше и меньше. Время не становится больше. Время уже есть. Причем время не непрерывно. Платон говорит, что есть два вида движения. Это перемещение и изменение. Ну довольно банально. Мне говорит, стоит ли так? Перемещение два вида, либо прямое, либо круговое. А изменение тоже как-то там различается. Это изменение там в какой-то категории или изменение. В смысле превращение. Качественное изменение. Ну да. Красное и синее. Да. это превращение. То есть у нас изменение совсем не подходит ни под один, ни по другой. Ничего там ни по кругу не ходит, вообще никуда не ходит. И ничто тем более совсем не изменяется. Ну вот Бергсон говорит почти то же самое, что и вы. Значит он различает... Надо обязательно вот задеть саморюбе, обидеть человека. Как же вас обидишь-то. Значит смотрите, общий контекст, он различает длительность и время. Время это то, что количественная мера, то, что вполне себе измеримо, сопоставимо и так далее. А есть то, что лежит фундаментом в основе такого рода времени, так называемая длительность. То, что он называет длительность. Вот как он, что он про эту длительность говорит. Так. Что такое эта непрерывность? Непрерывность течения или перехода, но такого течения и такого перехода, которые давлеют себе. Течения, не содержащего текущей вещи, и перехода, не предполагающего состояния, через которые переходят. Вещь и состояние суть только мгновения, искусственно выхваченные из перехода. Этот переход единственное, что поддается естественному наблюдению, это и есть сама длительность. Еще раз обожрение предложения. Это все одно вот такое длиннющее предложение на самом деле, но вот такой смысловой кусок. Вещь и состояние суть только мгновения, искусственно выхваченные из перехода. Этот переход есть сама длительность, и это есть единственное, что поддается естественному наблюдению. Тут, конечно, все загадочно про естественное наблюдение, что это за ерунда. Но речь о чем? Что вот есть некий абсолютно исходный опыт длительности, и этот опыт, есть некоторое течение, в котором сознание может выхватывать некоторые пункты, но сознание при этом ясно понимает, что это искусственная операция по отношению к течению, по отношению к этой длительности. Вот, но по поводу этого непрерывного течения, кстати, совершенно непонятно главное. Вот, собственно говоря, что Бергсон думает? Это течение обеспечивается течением мира или непрерывностью нашей внутренней жизни? Вот на это, чтобы он сказал, я так пока не смог найти ответа. А в общем самом виде у него эта исходная интуиция есть. Есть некоторая множественность, в которой, собственно говоря, элементы... То есть множественность, но непрерывность. Если нет элементов, то это не множественность, а непрерывность. Понимаете, что важно? Можно ли это созерцать? Вот, у Канта время можно созерцать. И у Ушари, кстати, тоже. Это некоторое созерцание. Внутренние чувства, что бы это ни значило. А вы говорите, есть множество. Ну, вот... Давайте еще раз, не простите за труд. Нисколько. Так. Ну, давайте с самого начала вот первого абзаца. Да. Я не прочел за неважностью. Ну, вот так начинается. Несомненно, что время первоначально смешивается нами с непрерывностью нашей внутренней жизни. Что такое эта непрерывность? Нет и непрерывность течения или перехода. Но такого течения и такого перехода, которые давлеют себе. Течения, не содержащего текущей вещи. И перехода, не предполагающего состояния, через которые переходят. Вещь и состояние суть только мгновения, искусственно выхваченные из перехода. Это переход. Единственное, что поддается естественному наблюдению, есть сама длительность. За что купил? Значит, он разделяет и Платона, и Аристотеля, что есть движение и есть изменение. Есть вещь, которая движется и есть изменение этой вещи. Ну, в общем, да. Но при этом, раз он не говорит, что нет ничего того, чтобы изменялось, то какой смысл здесь говорить об изменении? Да нет, я согласен полностью. И вот еще и из другого его текста, но, может быть, более выпуклое. Так, цитата такая. Реальность, дух или материя, предстает нам как непрерывное становление. Она создается или разрушается, но никогда не является чем-то законченным. Такова интуиция, которую мы получили от духи, если удалим завесу, висящую между нами и нашим сознанием. Тем не менее, вот как бы он описывает исходную интуицию, которая тоже, кстати, довольно близкая к вашей точке зрения. Значит, реальность предстает нам как непрерывное становление. Она не является чем-то законченным. И, собственно говоря, законченность, какую-то ставшись в этом, возникает только потому, что интеллект, занятый прежде всего нуждами действия, интеллект, как и чувство, ограничивается тем, что время от времени делает мгновенные и, следовательно, неподвижные снимки становления материи. То есть всякая определенность, всякую завершенность в это непрерывное становление вносится интеллектом. Так, ну это уже про иллюзии. Интересно, что вносится? Ставшая. Идея. Нет, ставшись. Вот про идеи слов нет, да? Ставшись. То есть эту текучесть останавливает, вообще говоря, нам предстоит, говорит он, исходная интуиция о духе состоит в том, что перед ним некоторое течение, некоторое становление. Это становление, интеллект может, так сказать, снимать всего мгновенный след, и тем самым формировать нечто старшее. Ну это же стандартная точка зрения, что как бы, ставшись, она как мышление. Мышление дает мысль, идею или идею. Ну да, да. Какое понятие. Я как бы здесь хочу сталкивать эти два текста, потому что, смотрите, вот я не помню, кто из них раньше, в общем, в одном из них сказано, что текучесть это просто потому, что вот эта самая материя, она всегда течет. И ей законченность, оставшись, придает только интеллект. Это сказано тут. В другом тексте, в другом тексте сказано что-то другое. Значит, речь идет о непрерывности нашей внутренней жизни. И что такое эта непрерывность, и дальше вот весь этот пассаж про непрерывность течения, такого течения, в котором нет ничего. Вот. В общем, остается большой вопрос. Это текучесть, это что все-таки, да? Это то, что противостоит нашей внутренней жизни, духу или чему-то ни было? Или это что? Или это сам внутренний дух? Важно то, что здесь имеется в виду непрерывность. Олег Михайлович, дискретность. У него множество дискретно, оно еще одно. А это непрерывность. Еще нет. Еще нет. Я просто хотел вам сказать, что вот само представление о том, что на каком-то вот этапе дух сталкивается просто с чистой множественностью, никак не дифференцированной, а просто множественностью. Вот для Бергсона это начало. Это вот самая исходная нижняя интуиция, которую он только может назвать. В точке зрения Олега Михайловича это результат предшествующего движения. В этом смысле разница, конечно, большая. Но вот взятые сами по себе, вот в этот момент. Олег Михайлович, в принципе дискретно все. И в принципе еще одно. И нет никакой непрерывности в принципе. В чем состоится смысл непрерывности? Что как бы ее не разделить, все равно остается как бы место, куда делить, да? Это вот интересная парадокс, звеном учеб состоится, что непрерывность может делить до бесконечности. Дискретность нельзя так разделить. Дискретность однажды кончится и все. А непрерывность можно бесконечно делить. Это бесконечно делимое нечто. Получается, что у Берксона изменение в отсутствие того, что изменяется, и как изменяется. Да. То есть у него тоже имеется в виду вот это изменение, текучесть, не предусмотренная античная точка зрения вообще. И на мой взгляд звучит довольно похожим вот этому вашему рассуждению. Давайте еще раз это место. Никак не вдуматься у него. Так. Что такое эта непрерывность? Непрерывность течения или перехода. Но такого течения и такого перехода, которые давлеют себе. Течения, не содержащего текущей вещи. И перехода, не предполагающего состояний, через которые переходят. Вещь и состояние, в суть только мгновения, искусственно выхваченные из перехода. Этот переход единственное, что поддается естественному наблюдению. Этот переход и есть сама длительность. Ну это, на мой взгляд, априорное созерцание. Причем как само давлеющее себе, то есть самостоятельное, безотносительное какое-то. Нет ни того, что изменяется, ни состояние, которое изменяется. Еще надо отличать почему-то от состояния сознания, его само по себе давлеющее. То есть это своего рода реальность, на самом деле. Нет ни реальность у него. У меня эти состояния есть. То есть вещи есть, только они как бы безвидны. Не отличаются один другого. А здесь вещей нет вовсе. Это все-таки априорное созерцание. Ну вот да, но поскольку она самая исходная форма созерцания, то, видимо, Бергсон не смог бы ответить на вопрос, здесь как бы вещи имеют отношение или это чистая форма. По факту, вот то, как мы смотрим на эту его мысль, как мы ее понимаем, действительно это скорее некоторая априорная форма, которая нами постигается, созерцается, познается. Да, конечно. Потому что, когда мы априорно имеем созерцание длительности, переходов, то, когда мы искусственно вычленяем А и Б, то они уже находятся в отношении перехода. То есть переход первее. Да, конечно. Мы искусственно выделяем. Да, да, да. И он это без конца повторяет, что мы, так сказать, выдергиваем, но мы понимаем искусственность этого выдергивания. И тем самым как бы ограниченность и приходящесть этого выдергивания. То есть, опять-таки, это, на самом деле, наверное, не шагай вперед по сравнению с кантовским априорным временем. Мы созерцаем последовательность, как созерцаем одновременность. А потом искусственно выдергиваем, искусственно в смысле вторично, выдергиваем что-то и говорим, что поскольку оно выдернуто из уже имеющейся длительности, то оно безходно находится в состоянии. Только у Канта это субъективная форма, а здесь такое впечатление, что это какие-то другие не субъективные формы. Потому что он предлагает отличать это проживание сознания и говорит, что эта длительность как-то самодавлеет себе. То есть она независима от нас. Ну, видишь, вот он в самом первом предложении, что говорит... Довлеет себе не значит, что независимо от нас. Довлеет себе, что оно просто первично. Да, что это просто самое первичное, самый первичный опыт. Видишь, что он говорит еще? Несомненно, что время первоначально смешивается нами с непрерывностью нашей внутренней жизни. Я думаю, ведь он хочет сказать, что вот применить на этой вот самой фундаментальной форме нельзя сказать, это время или это непрерывность моей внутренней жизни. Потому что если бы он сказал, что непрерывность моей внутренней жизни, он бы явно признал, что это всего лишь форма. Вы говорите, что это непрерывность внутренней жизни, а он говорит, что это самодавлеющее нечто. Что с одной стороны не просто как бы объективно, а с другой стороны не совсем субъективно. Я думаю, что это не субъективно в том смысле, что это не свойство какого-то частного субъекта. Да, это вот просто самая базовая априорная форма, какая только возможность. Не, ну Канта же тоже, это не просто какого-то отдельного субъекта эмпирического, в принципе, тоже базовая форма. Но она все-таки субъективная, и у него подразумевает, что какие-то есть там, как-то эти вещи сами при себе существуют еще. А здесь-то о чем говорится? То есть форма согласен какая-то априорная, но в каком-то смысле априорность не кантовская. Понимаешь, ну помимо декларации еще есть как бы существо самого вот этого состояния, которое он описывает. И само это состояние, по-видимому, все-таки отражает ничто, кроме как априорную форму, а значит все-таки субъективную форму. Просто Кант не стеснялся назвать это субъективной формой, а Бергсон стесняется. И все дела. Не, а как тогда он различает длительность и время-то? Почему это различает их? В смысле, почему это различает? Но если бы это было априорной формой, то тогда бы просто время было бы способом, какими-то длительности измеряется. Например, или как-то еще в этом время. То есть нечто вторичное по отношению к длительности. Так оно и есть вторичное. О, не вторичное? Да. То есть в его терминологии... То есть не время априорная форма, а вот некая его новая длительность. То есть он терминологически это закрепляет так, что время это то, что, как Аристотель говорит, мера движения. То есть у некоторых уже количественное. То, что измеримо и сопоставимо. А длительность это то, что выступает таким вот метафизическим фундаментом для этого времени. И является, собственно, приемом, да? Да. Да. Совершенно верно. Собственно, вот это вот конкретный кусок, это его брошюра, которую он написал как бы в таком внутреннем диалоге с Эйнштейном и с физическим представлением о времени. Вот. Конкретно в этой главе он пытается показать, каким образом длительность выступает фундаментом для того понимания времени, которое работает в физике. Там уж, как это там, удачно-неудачно, это дело другое, да? Но просто здесь важно, что фундаментом является вот эта самая длительность. В нашей терминологии это время. В его терминологии это длительность. То есть, общим является то, что у Бергсона длительность не есть количество. Да. Совершенно верно. Длительность это длительность и все. Ну да, вот, может быть, я вот, кстати, не понимаю, почему бы это не назвать просто множественностью. Мне кажется, это вполне тоже годится. Это некоторая такая вот аморфная множественность. Но множественность предполагает наличие... Элементов. Элементов. Да, здесь совсем нет. Может быть. Здесь инсплерировность некая. Это другая, конечно. И потом элементы не предполагают созерцания. Вот это самое, на мой взгляд, самое важное. Здесь все-таки созерцание, как у Канта. Есть переход как таковой, без того, что переходит, без состояния перехода. Но мы созерцаем это состояние. Как созерцаем чистое пространство, так созерцаем и чистый переход. А это совсем иначе. Вот созерцание мы все время хотим избегать. Это, собственно, наша самая важная задача. А здесь опять мы вытыкаемся созерцанием. Чистый переход как созерцание. Еще про старшкое созерцание. Ну, может быть, и вверх созерцание это уже гордится. Ну, как я понимаю, это созерцание. А когда мы делаем вот-вот, и таким образом мы получаем время, это все, что угодно, только не созерцание. Здесь элемент, хотя он никакой, тот же самый, но следующий. Это не созерцание. Это не созерцание. Это постоянное построение. Следующий предыдущему, следующий следующего, следующий следующего. Это постоянное построение отношений предыдущего и следующего. А ваше было от усилия? Да я в следующий раз так называю. Меньше всего хочу быть похожим на учителя, у нас праздники будут туда-сюда. Значит, что? Переход к следующему, от него к следующему, к следующему, к следующему, следующего, дает нам движение без, ну, только движение. Только движение. В некотором смысле, интересно, я говорю, это место привел. Движение без того, что движется. Потому что когда я говорю, что следующий ничем не отличается с предыдущего, кроме того, что она следующая. То есть это, получается, подходит под эту формулу, следующее без того, что движется. Движение без того, что движется. У него только одно определение. Оно следующее по отношению к предыдущему. Оно следующее по отношению к предыдущему. Но здесь есть вот такое место. Переход к следующему – это и есть построение следующего. Переход к следующему – это и есть построение следующего. То есть переход мы не можем отличить от следующего. Переход к следующему мы не можем отличить от самого следующего. Если за первым следует второе, то переход ко второму. И мышление второго – одно и то же. Ну, не одно и то же. Как это правильно сказать? Мысль переход ко второму и мышление второе – это одно и то же. Это ситуация, которая задает последование. Значит, мы что должны сделать? Мы должны различить тоже две стороны в этом движении. С одной стороны переход к следующему, и следующее действительно одно и то же. Но тогда получается, что следующее никак не опосредовано переходом. Следующее никак не опосредованно переходом. Потому что не есть следующее. Если не опосредованно переходом, то не есть следующее. Мы говорили, что переход и мысли следующие – одно и то же. Но следующее, не опосредованное переходом, оно не есть следующее. И возникает ситуация, когда второе превращается в первое. Сколько мы? Сколько мы? Третье во второе, второе в первое. Нет опосредованное. А с другой стороны мы говорим, что мы мыслим переход, и поэтому мыслим следующее. Тогда переход есть способ опосредования второго и первого. Только поэтому второе является вторым, то есть следующее. Лишь потому, что мы мыслим переход. Как все переходы друг от друга отличаются? larg, ведь все переходы – это все равно, что один и тоже переход. То есть следующий, каждый раз получены следующие – это тоже самое следующее. Как мы умудряемся делать следующее следующего? Надо должны предыдущие и следующие как-то сохранять, надо чтобы предыдущие были в каком-то смысле одновременнее передыдущим и следующим. Не новое следующее должно как-то быть следующим следующим. А иначе получится, что просто будет воспроизводиться формула, что следующий, 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 а никогда не получится, что следующий, следующий. Ну, я ответил на этот вопрос когда-то вам так, что мышление второго, мышление перехода ко второму одно и то же. Значит когда будет от второго к третьему, все то же самое будет повторение этого перехода. То есть мышление перехода ко второго к третьему — ничем не отличает после мышления перехода от первого к второму. И мы просто всю ситуацию заново воспроизведем. У нас уже вот этих первой, второй и третьей ничего же этого нет, у нас есть бесконечный ряд. И мы в нем переходим каждый раз к следующему. и воспроизводим всю ситуацию в целом. И если мы мыслим переход как опосредование, понимаете, если переход как опосредование не мыслится, а мы имеем ситуацию, мысль второе, значит, мысль переход ко второму. Так нет второго, есть просто следующий. Правильно, но если вместе с переходом, то это уже, ну, следующий, хорошо, следующий. Не каждый раз следующий ведь, и все эти следующие друг от друга никак не отличаются. Как от них отличаются, как они становятся вторым, третьим и так далее? Когда мы переходим от предыдущего к следующему, то есть не предыдущего, а именно от одного к иному, здесь такое рассуждение, от одного к иному, а поскольку иное то же самое, что одно, то оно может быть только следующее, такое рассуждение. Многое, еще раз, не предполагает иное. но если мы с ним переход, то переход к иному. А поскольку иное то же самое, что и одно, то оно получает определение следующее. Никакого другого определить. Это понятно. Ну вот, паре пятое, это же будет как бы от первого, следующие четыре, точнее четыре, так? Правильно? А если мы как бы каждый раз следующие будем, мы доберемся до пятого? Мне кажется, не доберемся. Просто каждый раз будет воспроизводить ситуации, следующий, следующий, следующий и все. А когда там пятое не есть? Значит, что мы имеем? Мы имеем одно и иное. Иное получает благодаря переходу определение следующее. Но мышление перехода и мышление следующее одно и то же. Значит, это утверждение одно и то же имеет две стороны. Если это действительно одно и то же, то тогда следующее не имеет никакого опосредования и перехода в своем мышлении. Тогда оно возвращается к одному. Вообще исчезает следующее. Либо есть переход к следующему. Мы его мыслим как именно переход, как опосредование. тогда оно становится следующее. Но тогда, если мы мыслим его как переход к следующему, то тогда мы должны новое следующее мысли как следующее следующее. Ну вот это как бы желаемое, да? А ведь форма следующего и точно так же теперь воспроизводится, как раньше воспроизводилась просто форма. Теперь воспроизводится, теперь просто следующий воспроизводится так же точно. как мы перешли к следующему и следующему. Мне кажется, это как бы слишком сильный шаг, потому что надо сначала показать, как мы из формы воспроизведения следующего перешли к следующему и следующему. Но теперь каждый раз у нас следующее есть. И мы воспроизводим не просто форму, но мы воспроизводим теперь следующее. Но, Влад, если мы получили следующее посредством мышления перехода… А тогда мы сохраним предыдущее. Мы сохраним отношения, благодаря мышлению перехода мы сохраним отношения следующего и предыдущего. Это отношение установилось. И наша новая попытка мыслить является попыткой мыслить по отношению к этому отношению. Уже установлено. Ну вот так вот понятно. Наша новая попытка… Все-таки три, а не два. Для того, чтобы сделать следующее и следующее, нужно, чтобы одновременно осуществлялось два перехода, а не один. Или как-то один удерживался, как отношение к другому переходу. Мы просто, когда переходим к новому переходу, мы можем похоже… Как мы удерживаем предыдущий переход? Предыдущий переход теряется. Он же постоянно находится в переходе. Находясь в переходе, мы теряем знания в предыдущем переходе. Так, мне кажется, не теряем. Ну вот я и хочу понять. Я понимаю, что мы не теряем. А как мы не теряем? Надо объяснить. Как мы удерживаем предыдущий переход, как отношение? Это как? Тогда, потому что новое воспроизведение, получается, оно иное, чем предыдущее. Потому что предыдущее было чистое воспроизведение формы, а новое, оно сохраняет некое отношение и уже воспроизводит как бы по отношению к этому отношению. То есть это как бы и мое воспроизведение, не то же самое. Что-то изменилось, потому что мы сохранили отношения предыдущего со следующим, на прошлом шаге. Мы следующее мыслим, как находящееся в отношении к предыдущему. Это всегда так, да. Мы мыслим новое и следующее. А предыдущее и следующее стал предыдущим. Да. Но оно же следующим-то не стало, оно не сохранилось, оно стало предыдущим. И все. Оно потеряло свою определенность следующего, на предыдущем шаге. Вот как мы удерживаем эту определенность? Отношение предыдущего и следующего, точнее, следующего и предыдущего – это отношение. И когда мы строим новое следующее, мы строим его при удержании отношения предыдущего и следующего, при удержании первого отношения предыдущего и следующего. Значит, нам никак не построить еще… просто новое и следующее. Оно уже обременено предыдущим пониманием отношения предыдущего и следующего, следующего и предыдущего. Не, ну можно здесь же как бы рассуждать, как я предлагал? Можно говорить, что вот на новом этапе мы воспроизводим теперь следование, да? И у нас есть опять развилка – либо мы воспроизводим каждый раз одно и то же следующее, либо мы воспроизводим новое следующее. То есть так же, как в прошлый раз мы рассуждали, либо мы воспроизводим одно и то же одно, либо как бы иное одно. Если мы переход мыслим как о последующей, следующего, то мне кажется, больше говорить ничего не надо. То есть новое следующее будет уже следующим следующим. Или шлопнется, если вообще нет, либо новое следующее будет следующим следующим. Когда есть переход как о последовании предыдущего и следующего, когда мы снова мыслим, мы не можем вернуться к первому. Значит, есть одно и иное. Мы мыслим отношения одного и иного. Поскольку иное ничем не отличается от одного, то оно может быть только следующим или вообще ничем. Просто следующее. Не, ну я понимаю просто, но можно эту логику применить и по-другому. Можно сказать, что либо мы воспроизводим на новом этапе просто предыдущий шаг. То есть воспроизводим следующее как таковое, безотносительно, как бы что именно там следует за кем. Потому что мы каждый раз находимся в ситуации следующего. И все. В бесконечном ряду этого следования. Мы каждый раз как бы перебираем, но не можем знать, то ли это то же самое на самом деле, то ли это новое следующее. И надо на самом деле как бы опять в этой развилке как бы выбрать вот это то, что новое следующее. Отличное предыдущее и следующее. Получится следующее и следующее. Никакое последование не нужно. Пулата, ты помнишь, что мы полагаем следующее тем способом, что мыслим переход к следующему. И мышление перехода тем самым полагает следующее, в смысле следующего вот. Да? То есть тут как бы мы воспроизводим не дискретные уже вот-вот-вот-вот-вот, да? А мы, мыслия переход от одного к другому, вот, да, мы просто с самим мышлением этого отношения между двумя, вот, мы полагаем следующее в качестве следующего. Да? То есть я думаю, что с этим дополнением вот та трудность, о которой ты говоришь, не возникает. Мы всегда мыслим следующее не изолировано, а в отношении к предшествующему. Дана предшествующая тем самым потеряла могла утерять определенное следующее? Если мы мыслим следующее, вместе с отношением, с переходом, то новое следующее мы мыслим уже в отношении к этому отношению. То есть к следующему, к следующему. То есть мы как бы… Само следующее, оно мыслится в отношении к предыдущему, поэтому отношение не потерять, мы не можем уже снова вернуться, потому что следующее мыслилось в отношении к предыдущему. Как можно вернуться? Вернуться-то не вернуться, просто можно утерять. Как итерация, новая итерация ничем не отличается от предыдущего. Длина-то уменьшилась, но само деление то же самое, делим, 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 делим. Длина уменьшается, уменьшается, а деление-то все то же самое, одинаковое. Может делить бесконечно, в том смысле, что итерация на самом деле никак не зависит от того, какую длину мы делим, больше или меньше. Сама длина, деление одно и та же операция. Также есть выхватывание следующего, даже на каждой операции, как деление. Оно не зависит от того, какое это следующее, это следующее, или другое. Идет ли следование вообще? И вообще мы на месте стоим? Как глаза вот открываем, одно и то же видим. Мы можем видеть одно и то же только в том случае, если мы не сознаём переход к полаганию следующего. Вот если мы его не сознаём, тогда... Мы должны не только переход во втором следовании удерживать, но мы должны удерживать и предыдущий переход. То есть переход – это два удерживать должны одновременно. Мы должны удерживать, чтобы был предыдущий переход, и то, что сейчас называется предыдущим, было на самом деле следующим, предыдущим шагом. И мы переходим в новом шаге к новому следующему. То есть должно быть два перехода. Нет, нет, потому что это не количественный счет, а порядковый счет. Здесь нет количества. Третий ко второму относится так же, как второй к первому. Просто следующее. В этом вся прелесть. Просто следующее. Третий не больше второго. А второй не больше первого. Мы мыслим второе вместе с переходом от первого, получаем отношение предыдущего к последующему. И поскольку мы мыслим вместе, то новое следующее будет следующим, следующим. Согласна? Значит, в переходе есть два момента. С одной стороны, переход ко второму и второе одно и то же. Тогда второе схлопывается. Но как самостоятельный опыт он невозможен. Как элемент – да. Потому что понятно, что переход, построение второго и второе неразличимо. Отвольствие различимо. И тогда это возможно. И возникает новый опыт, когда мы сначала мыслим переход. Сначала мыслим переход ко второму, а потом мыслим второе. Поскольку сначала мыслим переход, а потом мыслим второе, то переход отличен. Это только элемент, сторона количественного счета. Когда переход мыслиться, мышление перехода и мышление следующего одно и то же. Одной стороной еще раз является то, что следующее ничем не отличается от предыдущего, потому что не опосредовал. Но если опосредовал, это означает, что переход к следующему мыслит самостоятельно. Сначала переход, потом второе. Сначала переход, потом третье. То есть мышление перехода, которое опосредует. В следующем нет ясности, опосредует или не опосредует. Если не опосредует, то вообще нет следующего. Если опосредует, то есть следующий. То есть мы возьмем это как самостоятельный опыт, получается больше. Если мыслям сначала переход, а потом второе, то второе больше первого. Если сначала мыслям переход, а потом второе, то второе больше первого. Таков новый опыт самосознания. Форма сначала, чтобы не это переход. То есть второе, это же порядково чувствительное, а два больше одного. У нас не дескать второе, а два больше одного. Первый, второй, третий. Это порядок чувствительный. Это порядок. Ну да. То количество два. Да, один, два, три. Вот количество. Ну да. Два больше одного. Потому что когда мы переходим ко второму, мы переходим не просто ко второму. То есть переходим к двум. Как вы видите, мы охраняем еще и один. Я тико извиняюсь. Предатель. Я двойное домашнее задание сделаю. Он домашнее задание сделал. Он отличник, да. Сделал задание домашнее, можно вообще не ходить на него. Ничего же дателям не... Он прислал. Он прислал. Я еще не успел вникнуть. Ну, в общем, он нас похвалил. Вот сказал, ну, еще там есть что-то. Я еще просто внизу, ну, не успел. Зараза, еще что-то. Ну, я уже своей рукой посмотрю, что там имеется. Я готов его включить. Ну, я просто думаю, что там немного, на самом деле. И в этом просит, что проще сесть будет и за ближайшее выходное это все сделать, что он еще считает правильным, и отправить ему. Тщательный человек. Ну, если он там что-то сложное, в Богородице. Если что-то сложное, то да. Да, ну, а так... Ну, в другой стране я вам полностью как бы сложное и сложное там. Ну, если я готов в рамках. Окей. Все. Заслужил заказу. Извините. Все-таки не очень понятно, как количество возникает. То есть так как мы проговариваем, оно как бы правдоподобно, но не очень понятно. Как порядок возникает, понятно, потому что на самом деле воспроизведение, оно как бы движется вперед. А как количество это возникает. когда переход становится самостоятельным шагом. Это называется количество. Когда второе, есть переход ко второму, а потом... Ну, не второе, а два. Два. Переход ко второму, и мышление второго дает нам два. Вот так. Да. Так как мне надо говорить, что переход ко второму дает нам два. Переход ко второму, а потом мышление... Переход ко второму стало два. опять-таки это уже больше и большего потому что 2 уже больше она 2 больше 2 2 2 2 больше когда мы вышли переход ко второму а затем мыслим 2 она становится уже 2 потому что перехода 2 и потому что переход мыслится как самостоятельный шаг в следующем такого не было и хоть не был сам с этим только сторона самостоятельного шага то ли вообще нет просто построение 2 3 он есть когда мы берем его как есть как самостоятельный шаг который действительно последует опосредование становится явно мы мыслим опосредование никак иначе мне кажется еще такая есть вещь что ведь два есть не что иное как 1 и 2 вместе взятые ведь каждого отдельности элемент 1 2 3 и так далее ты каждый это же одно одно это первое это одно второе это одно третье это везде одно и тогда получается что первые взятые вместе со вторым дают два не 2 становится 2 а 1 взятые месяца вторым и то и другое одно первые взятые вместе со вторым есть два и тем самым это два больше чем оно по построению или второй становится 2 или первыми взятые вместе со вторым становится 2 ну хороший вопрос потому что когда мы мыслим переход как нечто самостоятельное то ну следующем тоже было так вроде бы следующее делает то есть иное делает одно иное да когда одно переходит к иному когда мы завершаем переход то мыслим переход то иное становится следующим а одно становится предыдущим но когда мы переход мыслим переход как нечто самостоятельное то несколько яснее становится что это одно и иное мыслим как отношения то есть переход то есть переход опосредует это уже ясно раньше было не ясно то ли опосредует то ли не опосредует теперь опосредует сначала переход потом то есть вместе то есть первое и второе вместе мыслим как два ну одно и иное тоже мыслим вместе благодаря мышлению перехода но когда мы мыслим сначала переход а потом иное иное становится больше то есть все таки второй становится два то есть у нас вот есть ряд там один два и так далее порядковый и каждый элемент теперь этого ряда становится и этим элементом количественным где один два три и так далее да так вот непонятно откуда это понятно откуда сделалось больше а почему два то а не просто больше вот первый и второй стало больше не понятно насколько больше стало просто больше почему два то так просто больше два тут ни при чем что выね 2 тогда получилось как что стало больше а вообще вот это количественный ряд такой просто больше и ряда здесь нет в ряду в количестве ничего кроме больше нет ничего нет даже как порядка кроме следующего ничего нет нет второе больше одного то это количество 3 больше 2 больше 1 3 больше это понятно но мы же не знаем на сколько больше может быть там полтора раза на 3 просто больше просто больше но это как ко времени добавляет раньше было как хорошо на отрезках показывается да вот один отрезок другой отрезок больше все насколько больше там что это такое не чувствует просто больше всего один больше другого визуально два отрезка поставили больше это вот так должно выглядеть а не так что там один-два борелся не знаю это уже дает требование н-1 мне кажется поэтому не так надо же доказать что как бы два как по смысл что такое два это два раза один изначально сама двойка это не чисто иной как один-два раза у нас нет никакого этого два просто второй какой-то вам больше пищи первой еще больше за счет перехода то есть это прибавление да но как бы какой-то там где два раза вот это вот ну видите элементы одинаковые элементы множество элементы множество одинаковые поэтому второй это это может быть два раза то просто больше я не знаю понимаете второй это но сам один только имеющий определение больше да что еще но просто определение больше это более простое определение чем допустим дважды один потому что дважды один это как бы определенное количество а здесь просто больше не определенное количество здесь мы опираемся в понятие единицы то есть в понятие ну как аристотель говорит меры движения чтобы была мера движения на единицу меры у нас нет единицы меры у нас второе такое же как первое но сначала мы мыслим переход а потом второе и второе становится больше кроме того что второе и первое ничем не отличается кроме того что второе больше то есть мера это отношение второго и первого нет единицы как меры вот мера и мы ее прикладываем как мера определяется очень известно мы берем негре эквивалент и его либо один раз прикладываем самому себе либо дважды прикладываем да получается его в полтора раза прикладываем получается полтора у нас вроде как получается что мера это отношения второго и первого которые когда второе не имеет никакого иного определения кроме большего а третье не имеет никакого определения кроме большего большего то есть мера создается отношение не к феваленту то есть не один два три все таки а как-то просто количество на некий ряд изначальная мера или все таки эту меру можно применить и получится один два три эквивалента нет единицы какие варианты нет но не возникает высокому начинаешь множество но что важное время понимаете еще что интересно что эквивалент если единицу принимать и 1 принимая как единицу измерения то мы сразу получаем количественный счет то есть то что говорит аристотель мера движения время это мера движения а мы имеем время как не меру как время просто течет меры мера движения это измерение а мы хотим получить время и вы получили время мы же количество хотим получить количество мы же получаем после определения времени да но это количество без меры без эквивалента без меры да то есть измерение состоит в отношении 2 1 тоска по единицу у меня тоже существует но я не после того как мы заявили что форма это вот-вот а не вот я не вижу возможности получить единицу а а а а а а а а